К дилерам марки «ГАЗ» поступил первый тираж фургонов «Соболь-НН». Это машина вишнёвого цвета со 150-сильными дизельными моторами, шестиступенчатыми механическими коробками и задним приводом. Фактически новинка представляет собой ультракороткую «Газель-НН». А главное отличие – это оригинальный задний мост типа «Спайсер». Благодаря односкатной ошиновке удалось сделать так, чтобы стандартная европалета помещалась поперёк кузова. Пока завод делает только грузовые и грузопассажирские варианты. Но впереди освоение чисто пассажирской модификации, а также внедрение других моторов – бензинового и метанового атмосферника в серии «Эвотек». Более отдалённая перспектива – создание полноприводной модификации. Для неё инженеры разрабатывают оригинальную переднюю подвеску, притом независимую. Но сроки появления такой машины пока не ясны. Что касается существующих версий, то цены будут объявлены ориентировочно через неделю. Но предварительный прогноз – это 2,5 млн. рублей за грузовой фургон, способный перевести до 9 кубометров груза. Тем временем прямой конкурент газа, группа «Солерс», вот-вот должна перезапустить свой конвейер в Елабуге, где до весны собирались фургоны и микроавтобусы семейства «Форд Транзит». В декабре и должны сменить автомобили собственной марки «Солерс». Что это будут за машины, по-прежнему не объявлено. Хотя от нескольких доработчиков мы знаем, что речь идёт о грузовичках китайской марки «Джак». Как сообщают известия, бескапотная модель, если предположения верны, то это «Джак Н-35» или «Экс-200», в базовой комплектации с дизельным двигателем будет стоить 2,6 млн. рублей. Полукапотный фургон, вероятно, «Джак Сандрой», будет стоить от 2,9 млн. за короткобазную версию со средней высотой крыши. Всего же предложат три варианта колёсной базы и два варианта крыши. И короткая новость другого берега Камы. КамАЗ подвёл итоги 10 месяцев. С января по октябрь выпущено 36 тысяч машинокомплектов, что на 1,5%, то есть на 534 грузовика, больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Отдельные производства ускорились ещё активнее. Например, завод двигателей поставил 39700 моторов. Завод запасных частей и компонентов, открытый в 2016 году, выпустил свою 100-тысячную коробку передач. Вообще он собирает КамАЗовские коробки 14 и 15 семейств. С учётом сложной ситуации с поставками коробок ЦТФ, интерес КамАЗа к собственным разработкам понятен. Если за весь прошлый год завод собрал 16 тысяч коробок, то нынче эту планку преодолели уже в сентябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова